Гастроли в Пермскую область, в город Березники. Приехали мы туда, не буду рассказывать как, но встретили нас очень радушно. И уже на второй неделе гастролей у нас у одной актрисы был день рождения. И мы решили его отметить по-настоящему, по-взрослому. И когда на третьем, наверное, часу сидения этого маленького такого импровизированного банкета, я понял, что дело идет к элементарному такому. Я вспомнил слова замечательного героя, общелюбимого фильма новогоднего. Мы перестали лазать в окна к любимым, нас не хватает на романтику. Мы совсем другие стали. И я тихонечко, под покровом этой пьяной дымки, вышел во двор и стал карабкаться на третий этаж по водосточной трубе. Был бы я трезвый, я не знаю, чем бы все закончилось. Но поскольку Бог бережет, да, что называется, открыл окно и, отодвинув вот так вот портиру, тихонечко-тихонечко бросил эти самые цветы на голову Юли. Ну, если бы у человека было слабое сердце, наверное, инфаркт бы был у нее. На днях в Таиланде одна молодая пара праздновала год совместной супружеской жизни. Ну и что тут примечательного? Их зовут Флай Буабан и Панк Ойджай. Ну и что тут интересного? А то, что у этого Флай Буабана еще 19 других жен. Ого, это какое здоровье надо иметь. Как у слона. Я же тебе все время про слонов говорю, риланских. Да ты мне про человеков лучше расскажи. Ведь у нас программа про человеков. Скажите мне честно, только не надо врать. Хотелось ли вам когда-нибудь заглянуть за стекло? Ну, что там происходит за этим стеклом? Или за стенку? Ну, или на худой конец за дверь. Как живут ваши соседи? И вообще, кто они такие? Соседи-то ваши. Ну, не стесняйтесь, мне тоже хотелось. В общем, сейчас мы с вами это и посмотрим. Как живут люди за дверью? Отправились мы сегодня в семью, безо всякого сомнения, образовавшуюся по профессиональному признаку. Тут и муж, и жена одна, а точнее, одной профессии. Они музыканты. Николай солист группы Аэроплан. К творчеству этого коллектива мы уже обращались. А Татьяна, басистка группы Бобслей. Ну и как вы думаете, где же они познакомились? Познакомились мы в городе Выборге на фестивале, где вот участвовала и группа Танюшкина Бобслей, и моя тоже. Вот, там здорово мы повеселились. И вот увидел девушку красивую. Подумал, и подумал, женюсь. Вообще, в семье у Кочневых мне понравилось. Хозяева они хлебосольные, и чайку налили, и пирожными угостили. И, так сказать, первое впечатление самое радужное. Первое же впечатление от семейной жизни, это вот мы только вот поженились, съездили, отдохнули на юг. Так вот свадебное путешествие. И сразу же Танька уехала на месяц в Германию на гастроли. Так, собственно, она и закончилась. Ну, тем не менее, всякие вот такие трудности мы преодолеваем. Во всяком случае, как-то миримся, потому что, ну, а что делать, так как у нас жизнь творческая. Встречаемся вечером дома, узнаем друг друга, радуемся. И мы тоже радуемся, что познакомились с такой интересной парой, с мужчиной и женщиной, прожившими бок о бок несколько долгих и трудных лет. А вот, кстати, они совершенно не кажутся долгими. Да, как-то, и совершенно, мне кажется, там, безумно трудными. Занятий у нас дофига, а ещё много и развлечений всё-таки. Эх, весёлые же ребята эти кочневые. И в компьютер режутся, и песенки поют, и продуктов для гостей не жалеют. Так бы и остался у них в семье, да, боюсь, неправильно поймут. Третий, как известно, всегда лишний. Ухожу, ухожу, ухожу. Срочно звоните нам на пейджер 346-15-00, абонент «Моё поколение». Звоните в течение часа после эфира по телефону 234-2253. Заходите, мы будем рады в www.mpk.spb.ru. С вами были Дмитрий Соколов и Ксения Ильина. Пока всё. Всё, пока. Поздравляю всех девушек с наступающим праздником. А мальчиков не надо, мальчиков пускай в другом месте поздравляют. Владимир Владимирович Путин, я хочу поздравить вас с праздником Святого Валентина и пожелать вам любви. Надеюсь, что вы встретите меня когда-нибудь. Я бы хотела признаться в любви Бритни Спирс. Я её так и люблю. Я тебя очень сильно люблю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова